Микс Ньюс Здравствуйте, все, кто нас слушает. Сегодня вторник, день добрых... Ой, сегодня понедельник, день добрых дел на Радио Болтком. Программа перенесена на день раньше. Потому что Рождество. Потому что Рождество. Завтра уже праздничный график. Поэтому сегодня мы выходим чуть раньше. В эфире программа «Зелёная лампа». Ведут её сегодня Ольга Авдевич. Здравствуйте все. Я Рита Трошкина, наш звукорежиссёр Родион Золотарёв. И традиционно рождественский гость у нас каждый год в нашей студии, в «Зелёной лампе» поздравляет нас с Рождеством и говорит очень важные, очень нужные всем слова. Это архиепископ-метрополит Римско-католической церкви в Латвии Збигнев Станкевич. Здравствуйте. Здравствуйте. И помогаем мы сегодня двум деткам. Это 12-летние близнецы Ричард и Кейта. Там такая история довольно тяжёлая. Но детки очень хорошие, чудесные, позитивные. С рождения у них очень серьёзные диагнозы, детский церебральный паралич. И сейчас им очень нужна помощь. Но дело ещё не только в этом, в том, что полтора года назад дети остались без мамы. Мы расскажем вам подробнее эту историю чуть позже. А пока напоминаем, что с сегодняшнего дня и до 7 января, две недели, наш телефон 9306384 работает для Ричарда и Кейта, чтобы помочь им оплатить очень серьёзную реабилитацию. 9306384. Евро 42 цента за звоночек. Напоминаем, что в гостях у нас сегодня архиепископ-метрополит Римско-католической церкви Влад Визбигнев Станкевич. Скажите, пожалуйста, вы сейчас, у вас очень напряжённые дни, да? Как вот вы выкроили время? И как у вас ближайшие просто двое суток будут заполнены какими событиями? Планы на Рождество? Да. Ну, я выкроил, потому что, как вы уже сказали, это наша традиционная встреча. И такие благотворительные инициативы надо поддерживать. Потому что такого рода инициативы, они, я бы так сказал, очеловечивают наше общество, высвобождают энергию солидарности и сострадания к ближнему. И поэтому это очень важно. И, собственно, вот такие дети, как Ричард и Кейта, я бы сказал, это, с одной стороны, конечно, они очутились в таком положении из-за трагических обстоятельств. Но Бог, допуская вот то, что с ними произошло, Он нас через них призывает к тому, чтобы мы возрастали в нашей, ну, как бы, в человечности. И такого рода дети, и такого рода, скажем, случаи, они объединяют наше общество и помогают нам отрешиться от установок чистого потребления. Потому что эти установки, потребительские установки, они ни к чему не приводят. Они дают только кратковременное удовлетворение, а потом остаётся только внутренняя пустота. А как Вам кажется, вот эти потребительские установки в обществе, тенденция какая, они становятся сильнее? Вот трудно сказать. Трудно сказать. Я думаю, что, как всегда, там идёт такая, ну, борьба. Да, как Достоевский говорил, что бездна сердца человеческая, в нём Бог и дьявол борются. Как бы вот за это сердце, да, кому оно будет принадлежать. И с одной стороны, мы видим хотя бы вот та же акция, маратон благотворительный, Дот Пеции. Да, это потрясающий результат. И очень большой отзвук, очень много положительных ответов на это. И видим, что люди тоже готовы быть щедрыми на такой призыв, щедро отвечать. Сердце открывается. Да, сердце открывается. Но с другой стороны, да, конечно, мы видим это там, ну, так как медиа пишут, да, там коррупция там на разных уровнях и сокрытая, и там группировки и всё что. Поэтому это всегда есть определённая динамика. И, конечно, это надо было бы проводить тогда какие-то, не знаю, социологические обследования, исследования, и тогда можно было бы с точностью сказать. Но я хочу прежде всего в это уже предрождественское время смотреть с оптимизмом в будущее и сказать, что вот эти, я бы не хотел сказать первые ласточки, потому что это уже традиция, которая, ну, возрастает у нас, как бы укрепляется благотворительная, но это признаки надежды, что наше общество может изменяться в лучшую сторону. Я это называю, что нужна критическая масса, чтобы как бы основной, что ли, настрой в обществе был вот в этом направлении, да, что мы думаем не только о себе и об удовлетворении, в собственном удовлетворении, но думаем тоже о других, смотрим и стараемся как бы сбалансировать. Конечно, заповедь есть, что любить ближнего, как самого себя, значит, самого себя тоже надо любить, но надо любить как бы с умом, надо понимать, что значит любить себя. Это не эгоизм, да, это не имеется в виду эгоизм, это имеется в виду, что ты заботишься, да, о своих потребностях, тоже материальных потребностях, но ты заботишься тоже о потребностях твоей души, и ты думаешь как бы в долгосрочной перспективе, и любишь другого тоже. заботишься тоже не только о его материальных нуждах, но тоже думаешь о том, как помочь ему развиваться интегрально, да, во всех измерениях его существования. Вы знаете, наша программа посвящена тому, что мы просим вас помочь тоже и подумать перед Рождеством о других вот этим двум детям, Кейта и Ричард, близнецы. Мы с ними знакомы давно, в марте 2018 года у нас была специальная программа, мы тоже помогали им собрать деньги на реабилитацию, и тогда жива была еще их мама. И мама вот тогда рассказала, что как это все произошло. Маме, когда мама рожала детей, ей было 37 лет, это достаточно, ну как уже, как это, группа риска. Плюс у нее были близнецы. И вот нас тогда очень поразила деталь, то, что когда начались схватки у мамы, ее привезли в больницу Страдани и оставили сидеть два часа в очереди. Она говорила, что ей 37 лет, у нее близнецы. Это группа риска. Не сказали, ничего, сиди, жди. Время шло. Ну, 29-я неделя беременности была прежде времени. Время шло, и потом акушерка, когда приняла ее, она сказала, что срочно готовим тогда кесарево, готовим операционную. А врач сказал, нет, ничего, будет рожать сама. Потом, когда она уже все читала, изучала, когда все это случилось, она поняла, что врачи думали, что дети будут, ну, мертворожденные, неживые. Поэтому они не захотели делать кесарево. И роды проходили таким образом, что вот дети получили такую родовую травму, что вот мальчик передвигается на коляске, а девочка ходит на цыпочках, у нее тоже... Нет, она уже лучше сейчас ходит. С пастика. То есть вот эта деталь. А и мама не стала, вот когда детям было 10 лет, сейчас им 12. И нужно обязательно продолжать вот эту реабилитацию. Сейчас врачи рекомендуют поехать в Словакию в очень хороший реабилитационный центр, чтобы оба ребенка получили вот эту реабилитацию. Мальчик стал сам потихонечку ходить, вставать с коляски, делать какие-то шаги и с помощью ролатора. Но это совершенно другое, другое качество жизни у него будет. Понятно. Вот, и напоминаем, телефон прямого эфира. И вот, да, еще пару слов просто добавлю, что мама Сани-то очень хорошая была у них. Она нам рассказывала, что она очень переживала за то, как будут, как сложиться дальше жизнь у детей. У нее была мечта. Она там когда-то занималась бизнесом. Она говорит, вот сейчас условий нет, но в принципе я бы хотела создать, организовать такой центр профориентации для подростков, чтобы давать им какую-то специальность. Вот для таких с диагнозами, для особенных детей. И она про это думала, и настроила планы. Ну вот так вот судьба распорядилась, что вот полтора года назад на дороге вот случилась эта тяжелая авария. В один момент эти два ребенка, эти два братика и сестричка двое остались без мамы. Но у них папа очень хороший, и папа занимается. Папа вот принял все на себя. Ему, конечно, очень тяжело морально и физически. И очень тяжело еще как мужчине просить, потому что обращаться за помощью. То есть он себя преодолевает, потому что ну как это, вот ты идешь и просишь у людей поддержки. Но врачи говорят, что детям это нужно. А папа сейчас даже работать не может. А папа не может постоянно работать, потому что он должен там возить их в школу, привозить, заниматься постоянно. То есть как-то может быть подрабатывать, может постоянно работать. Ну такая вот ситуация. Дети чудесные, дети чудесные. Они поют. Ричард занимается танцами в колясках. Ничего себе. Занимается теннисом. У нас в программе была... На колясках тоже. У нас в программе была гостья очень хорошая, Наталья Новикова. Она сама в инвалидной коляске, она тренер. И занимается теннисом с детьми. И вот Ричард и Кейта к ней ходят на занятия. Она сегодня вот нам звонила, тоже рассказывала про нехорошие дети. Все, вот каждый звоночек, который вы сделаете, пойдет на пользу этим маленьким ребятам. Они вырастут, и у них будет все хорошо. Мы очень в это верим. 930-6384. И напоминаем, что гость нашего эфира сегодня, архиепископ-метрополит Збигнев Станкевич. Скажите, почему во всем мире считается вот этот период, вот эти дни перед Рождеством, очень важный период для того, чтобы... Особенный. ...чтобы помогать? Напомним. Я думаю, что прежде всего потому, что в день Рождества Бог пришел к людям, чтобы им помочь, чтобы рассеять тот мрак, который был в человеке, который был в человечестве, и чтобы указать путь, показать, что значит быть человеком, чтобы открыть смысл жизни. И вот это событие, которое произошло уже более 2000 лет тому назад, оно каким-то образом, я бы сказал, излучает своего рода даже не свет, а сияние доброты, что ли, вот в этот день, вот и в те дни, которые ближайшие к нему. То есть это особенный период. Особенный период, да, потому что это буквально, я бы сказал, можно эмпирически коснуться какой-то тайны, потому что видно, что люди более открыты на взаимную помощь. Они, я бы даже сказал, становятся добрее в эти дни. Другой климат. Не случайно, да? Не случайно, да. Не случайно. Конечно, скептик всегда скажет, а, мол, это случайность, это просто самовнушение и тому подобное. Но если бы мы провели, не знаю, глубинные социологические исследования, они бы показали статистику. Ну, мы видим, да, что так многие просто встают, начинают собирать подарки, начинают охватывать все детские дома, какие-то приюты престарелых. Выйти из себя, что ли, выйти вместо того, чтобы сосредоточиться на себе и на своих проблемах, просто открыться на другого и стараться ему что-то хорошее сделать. Ну, смотрите, извините, и от этого получают радость, да? Ну, понятно. Понятно, потому что, ну, так как вот у Райниса есть это изречение, что значит, что можно приобрести беря, можно приобрести давая, но то, что ты приобрел давая, никто у тебя не отберет. Да, очень хорошие слова. Давайте расскажем нашим радиослушателям про красивую акцию сбора средств для установки лифта для деток, которые передвигаются на колясках или вот с помощью вспомогательных средств в католической гимназии. В декабре вы проводили специальную мессу перед красивым благотворительным концертом, который должен был, начать сбор средств в фонде Be Open для этого лифта. И практически чудесным образом эта проблема начала очень быстро решаться. Да, я действительно был очень рад и даже приятно удивлен тому, какое высокое качество концерта было в кафедральном соборе. Там были очень известные, очень известные, и не только очень известные, некоторые для меня были неизвестными, ну, группы, солисты, но качество было высочайшее, и я сам лично получил положительный импульс на этом концерте. Ну да, в начале была месса, которую я служил, тоже прося Бога благословения для этого проекта, но потом концерт меня удивил. Действительно. Ну вот этот благотворительный фонд Be Open очень приложил... Да, приложил очень много усилий для того, чтобы этот красивый концерт подготовить. Ну да, там девушки такие очень симпатичные были. Я видел, они там уже в преддверии храма, они там раздавали программу и информировали. Да, и то, что такие тоже известные артисты, что они просто откликнулись и участвовали в этом благотворительном проекте, это было очень приятно. И действительно, этот лифт, он важен, потому что у нас раз, что католическая гимназия, она открыта на детей, как говорится, с особыми нуждами, это, по-моему, так говорят, которые сами или с трудом передвигаются, имеют трудности передвижения, но у нас есть тоже, по крайней мере, я знаю, одна учительница, которая на коляске. Да, да, да. Которая и... В этой гимназии. И всегда проблема, ну как ей туда войти, как попасть. Она вот пока только на первом этаже. И мальчик Томас, который был героем нашей программы один раз. Да, и поэтому этот лифт, ну в этом отношении, европейские нормы, они положительное дело, потому что они нас побуждают открыться на именно на детей и на всех, которые вот имеют эти нужды, что не могут сами передвигаться, чтобы они могли полноценно участвовать в жизни школы. Продолжается сбор средств на лифт для католической гимназии. Счет у нас будет опубликован на сайте MixNews.lb, в рубрике «Зеленая лампа» и везде на наших страничках. Мы хотим еще сказать огромное спасибо за такую приятную новость. Фонд Бориса и Инары Тетеровых откликнулся тоже на это. У них есть программа поддержки образования, и они перечислили большую сумму стоимости установки этого лифта на этот проект. Огромное спасибо им. Решили помочь католической гимназии. То есть после этого концерта, после мессы вашей? Да. Инара Тетерева сама лично приехала тоже в гимназию, посетила, ознакомилась. И когда она увидела своими глазами там все, она сказала, нет, мы будем помогать. Будем помогать. Да, и действительно большая благодарность ей и всему фонду, что они опубликовались. Это тоже чудо рождественское. Маленькое рождественское чудо. Сейчас небольшой перерыв на рекламу. Через несколько минут мы продолжим разговор с архиепископом Збигневым Станкевичем. Оставайтесь с нами. Мы продолжаем программу «Зеленая лампа». Напоминаем, что сегодня, как всегда, накануне Рождества католического, у нас в гостях архиепископ-минтераполит Римско-католической церкви в Латвии Збигнев Станкевич. И вот можно сейчас сразу вспомнить прошлый год, вернуться на год назад, по итогам, как раз в программе, когда у нас был господин архиепископ, у нас была история маленького мальчика, Доминик Бруверис, его звали. Полтора годика был этому мальчику. Мы тоже рассказывали о том, что ему нужна помощь. Он с рождением был болен очень редким, редчайшим кинетическим заболеванием. А в семье трое детей, такая чудесная семья, а не католики. И мы вот говорили и просили тоже помощи для Доминика. И вот мама нам сообщила, а вам будет интересно, что за год прошел. То есть денежки были собраны для Доминика, спасибо всем еще раз. И он смог поехать к профессору в Бельгию на консультацию, к особенному профессору, потому что у нас это редчайшее заболевание, никто не знает, как с ним справиться. А там его изучают. Регулярно проходит АБМ-терапия со специалистами из Нидерландов. Вот на это пошли деньги. А также прошли они терапию в Польше, в польской клинике. Дома мама каждый день с ним занимается и каждый день музыкальная терапия у мальчика. А в Германии они заказали и получили спио-жилет. Это специальный вот такой костюм, особенный, что позволяет ему мышцы держать. То есть качественно всё очень сильно изменилось в жизни этого малыша. Ему сейчас два с половиной годика, и вот мама написала огромное всем спасибо. Наша жизнь изменилась. Вот видите, какие хорошие итоги. Радостное известие. Очень приятно слышать, что год прошёл, и что благодаря, что ли, нашему вмешательству тоже жизнь, качество жизни изменилось к лучшему. у кого-то. Мы спросили про ваши планы на рождественские дни, на Рождество в первой части программы. Вот после перерыва, пожалуйста, ответьте нам на этот вопрос. Как вы проводите Рождество? Хорошо. Да, в последние пару недель там был нарасхват, но Рождество, завтра у нас в 18 часов уже рождественская служба, вечерняя, можно сказать, вечерняя месса, где обычно много народу, и одна часть это такие, которые приходят условно раз в год, и тогда надо так подумать, ну, какое послание для них, потому что это вызов для меня накормить прихожан, которые всегда в церкви, дать послание тем, которые приходят раз или там два раза в год, ну, и поскольку есть такие, которые вообще не связаны с церковью, чтобы они тоже там что-то поняли и что-то получили, так что такой вызов, над которым всегда надо немножко задуматься, но в день самого Рождества в 11 часов в Кафедральном соборе будет Божественная Литургия, которая будет транслирована в Первом канале радио Батышского, так что приглашаю всех заинтересованных, кто может лично или кто не может лично, можно слушать в радио, но потом у меня долго праздновать не получится, потому что в 13 часов я уже должен быть в женской тюрьме в Вильгюцемс. тоже как-то традиционно. Я так немножко с юмором говорю, что вообще-то я нахожусь в женской тюрьме и меня раз в год оттуда выпускают, только на 364 дня, потому что 25-го я по крайней мере половину дня я провожу там и там тоже. Ну в общем-то у меня есть чувство удовлетворения, потому что когда ты там служишь и видишь, что они тебя слушают, что они голодны духовно, внутренне, что они жаждут этого слова, с которым ты к ним приходишь, потому что я стараюсь им дать ответы на их вопросы, на их проблемы, дать им понять, что Бог не забыл их, и что у них есть возможность будучи в тюрьме, быть внутренне тоже свободными, потому что та как бы неволя, она самая страшная, которая внутреннее порабощение, а не то, которое внешнее. Ну потом 26-го у меня будет рукоположение постоянного дьякона, который женат, это будет второй женатый дьякон в нашей епархии, нашего обряда. Это тоже такое событие, он из Сигулы. Ну, короче говоря, в рождественское время там прежде всего теперь будут службы, но тоже 26-го декабря буду участвовать в передаче «Действующие лица» в латвийском радио 4 в 12.10, так что кто тоже заинтересован может послушать. Ну вот такие ближайшие планы. Так что если перед Рождеством в основном действительно я чувствовал себя так, что на расхват меня требовали в разные стороны там и экуменические службы и разные там встречи с разными ну в разных ракурсах да и интервью радио, телевидение или там «Энергия он пасаула» есть такой журнал технический но там меня попросили интервью и отдал интервью которое ему дали заглавие «Весь лела какая энергия пасаула» «Весь яудыга какая энергия пасаула» это божественная энергия да это божественная энергия это которая одновременно является энергией любви и мы знаем что если кто-то даже так чисто по-человечески когда смотрим в таком плане если кто-то влюбляется я думаю большинство тоже и слушателей думаю когда-то были влюблены тогда тот знает что какая энергия появляется внутри что высвобождается ну желание для того человека в которого ты влюбился для него что-то делать ради него там идти прямо на подвиги какие-то да и да внешне вроде бы ничего не менялось а когда внутри в тебе есть эта искра она разгорается огонь ну вот и материнская любовь как мы часто говорим в каждой программе да мать которая о своем ребенке волнуется и заботится и скажем лечит его вот как у нас герои нашей программы это невероятные вещи происходят когда врачи говорят что ребенок не будет ходить она говорит будет а материнская молитва вот считается что она обладает какой-то ну особенной силой как вы считаете думаю что да потому что мать со своим ребенком она связана она была связана физически но эта связь она она сохраняется тоже в таком я бы назвал духовном душевно-духовном уровне есть это я думаю никто не будет спорить психологическая связь психологического плана и я говорю матерям что вы должны родить ребенка как бы пустить его в мир дважды первый раз физически а второй раз когда он уже взрослеет отпустить его что ли в психологическом плане смириться с этим что я не могу больше контролировать его жизнь что я должна дать ему свободу что он взрослый человек и что я не буду больше контролировать его жизнь и это бывает труднее чем первый раз вы знаете а вот история которую мы рассказываем сегодня и дети для которых мы просим помощи вот они остались без мамы мама для них была все она в общем-то всю жизнь посвятила им мальчик на коляске девочка с трудом ходит при этом они прекрасно учатся в обычной школе у них хорошие оценки то есть интеллектуально все в порядке все в порядке очень хорошие дети и мама им давала очень много любви и мама не стала и самое конечно трагическое в этой истории что когда случилась авария они были тоже с мамой в машине то есть дети выжили а мама погибла у них на глазах и конечно с ними работали специальные психологи чтобы как-то откорректировать но это травма которая если там вот мама есть она оттуда молятся за них наверное а мы просим немножечко просто сострадания и участия подробная история опубликована на сайте mixnews.lv в разделе зеленая лампа там есть реквизиты для перечисления помощи телефон 930 6384 евро 42 цент и напоминаем что в гостях у нас сегодня очень важный человек очень важный гость архиепископ римско-католической церкви в Латвии сбегнем станкевич скажите пожалуйста вот итоги года подводя чем вам запомнился этот год как он вот на ваш взгляд тяжелее легче не знаю ярче как-то можете его оценить я ну каждый год имеет какие-то свои тени свои светлые стороны ну скажем для меня лично было такое важное событие что в мае я рукоположил вспомогательного епископа епископа Андриса Кравалиса в Домском соборе я благодарен тоже архиепископу Янису Ванаксу который как бы одолжил нам для этой церемонии для этой службы свой кафедральный собор поскольку наш собор бы не вместил всех желающих участвовать в этой литургии так что это для нас было важно потом у меня были тоже две такие для меня как бы новые поездки я был приглашен проповедовать духовные упражнения для священников в Кении и пять дней я там служил это возле Найроби в составе команды Renewal Ministries это такая международная миссионерская католическая организация которая сотрудничает тоже экуменически это для меня был новый опыт но я чувствовал сам наполненным и в этом смысле действительно я испытал на себе что когда ты делишься своей верой когда ты передаешь свою веру твоя собственная вера укрепляется и ты сам как бы опять же как как есть это латышское изречение по-моему ранее что для дающего воздается и потом у меня была поездка тоже во Вьетнам меня можно так сказать папа римский на это благословил потому что я с ним поделился во время синода как бы это идея что во Вьетнаме хоть там христиан не не полные 8 процентов но поскольку их 98 миллионов всего это много то там очень много и там тысячи и тысячи монахинь там есть почти две с половиной тысячи семинаристов и я поехал туда чтобы ну начать какой-то обмен и нажать какое-то сотрудничество и в какой монастырь войдешь что там 100 сестер в духовной семинарии где я был почти 300 семинаристов 50 километров дальше 400 семинаристов короче говоря я их пригласил приехать сюда и взять участие принять участие в нашем паломничестве в Аглону и ну в общем-то надеюсь что начнется какой-то обмен потому что я это называю что в церкви ну церковь она универсальная она охватывает весь мир и что в ней должно быть кровообращение не только материальных благ но и духовных благ и человеческих ресурсов потому что мы знаем если в организме в каком-то члене нет кровообращения начинается гангрена ампутация и ампутация и поэтому в церкви тоже если скажем во Вьетнаме они получили веру из Европы я им сказал теперь Европа нуждается в вас поскольку у вас вера укрепилась и процветает теперь вы привезите обратно вашу веру в Европу так как наша программа благотворительная и мы все время с людьми говорим о том что надо обращать внимание и видеть тех кому хуже чем нам если нам Бог дал здоровье работу какое-то благополучие семью то рядом с нами есть люди у которых например этого нет а вот в священном писании говорится что десятую часть от своих трудов отдай Господу вот с точки зрения толкования вот поясните нам смысл вот этого ну это как раз ну это понятие десятины в Ветхом Завете это было довольно жестко и это применялось да это было само собой разумеющееся в Новом Завете во всяком случае в католической церкви это не является ну что ли жестким законом есть церковная заповедь которая говорит что что каждый верующий должен помогать содержать служителей церкви и церковь да но это какой процент это уже на совести каждого но в принципе я знаю лично так сказать таких верующих которые платят десятину которые эту десятину даже можно делить так на несколько частей можно помогать бедным можно давать на что ли поддерживать проповедь Евангелия какие-то евангелизационные проекты ну и и давать пожертвования в церкви именно вот можно несколько направлений но это дает приносит благословение самому дающему потому что ты привыкаешь как бы отказываться от части и степень твоей свободы возрастает и ты этим ну действительно раз что помогаешь ближним которые в несчастье а два что ты помогаешь в распространении благой вести в мире в окружающей среде это очень важно я думаю если бы все христиане все верующие вот поступали бы таким образом у нас совершенно иная ситуация была бы но тут я хотел бы еще добавить что десятина может быть не только деньгами десятина может быть не знаю вот вы журналисты десятую часть своего времени своего ресурса вы даете во славу божью так сказать на какой-то благотворительный проект участвует не знаю у нас скажем есть радио мария латвия и там есть около семидесяти добровольцев вот собственно это тоже десятина они приходят дают часть своего времени своих талантов и создают передачи или какой-то другой проект не знаю скажем веб-страницу создать для какого-то прихода или для какого-то благотворительного проекта вот это вот это все категория десятины тоже еще считается что особенно важно вот ну как через руки если ты что-то даешь через руки вдов сирот вот больно больных людей то ты просто как бы сам Бог принимает да знаете святой Иоанн Златоуст он говорит о пяти способах как можно обрести прощение грехов и один из путей это давать милостыем вот а мы сегодня рассказываем о детях которые ну без матери это ну вот как сирота получает конечно да вот и просим вашего просто участия на сайте mixnews.lv в разделе зеленая лампа есть банковские реквизиты для перечисления помощи специальный счет помощи открыт в благотворительном фонде be open деньги пойдут конкретно в клинику в Словакии где вот мы очень надеемся что мальчик сможет более уверенные шаги делать девочка лучше начнет ходить там большая сумма нужна 14800 евро но это трехнедельный курс для обоих детей компания или фирма перед новым годом там есть налоговые льготы облегчение по налогам потому что это статус благотворительная организация фонд имеет в общем вот мы просим вашего участия 93006384 наш телефончик евро 42 цента за звонок и важен каждый звонок они все соединяются маленькие звонки соединяются в одну большую большую очень важную помощь ну наша программа подходит к концу и мы конечно в заключении хотим вас попросить пожелать что-то нашим радиослушателям и сказать может быть какие-то важные слова о любви милосердии о Рождестве которые они должны сегодня это маленькая рождественская радиопроповедь хорошо 9 лет тому назад я сформулировал на своей как бы первой месси в качестве епископа свою стратегическую цель что это духовное возрождение Латвии и я призываю всех участвовать в этом проекте и благодарю тоже вас вот здесь присутствующих и слушателей что вы уже принимаете участие потому что участвуя в благотворительном проекте мы меняем климат в нашем обществе в котором много негативизма и мы должны ввести туда как бы ну долю энтузиазма надежды и веры в то что возможно изменение к лучшему и поэтому я вас призываю продолжать эту линию мы говорили тоже о десятине предлагаю участвовать как бы вот в этом проекте десятины в широком смысле потому что таким образом мы можем преобразовать наше общество и мое пожелание рождественское чтобы и тоже на новый год чтобы мы общими усилиями преобразовали климат в Латвии духовный климат психологический климат и это будет тоже исполнением этих слов и слово стало плотью и обитало среди нас божественное слово которое является я бы назвал воплощенной любовью воплощенной добротой доброжелательностью но не такой бесхребетной а в истине которая соответствует реалиям которая соответствует натуре человека и природе нашего общества я призываю всех как бы открыться на это слово чтобы оно оно стало плотью в нас и чтобы оно оно преобразило и возродило наше общество наше окружение так что да благословит вас Бог и с Рождеством вас и с Новым Годом благодарим вас с Рождеством мы прощаемся с вами всем хорошего дня всем хороших праздников завтра и окончания года чудесного всего вам доброго всего доброго